Всем привет! Меня зовут Евгений, и я ведущий аниматор компании Banzai Games. Banzai Games. Это мы. Основная моя заслуга — это серия файтингов Shadow Fight, и в этой серии большой упор делался на анимации. Может быть от того, что сам файтинг требователен к анимации, а может быть от того, что у нас генеральный продюсер очень любит анимацию. И как-то раз Евгений Дябин, так его зовут, делал первый прототип Shadow Fight, открыл Майю и начал делать анимацию. Имея техническое образование и технический склад ума, он, поделав анимацию, дошел до акробатики и начал искать центр масс. Не найдя онного, оплевавшись и измучившись, он закрыл Майю и пошел делать каскадер. Впоследствии он узнал, что такой опции вообще в принципе нет ни в одном существующем софте, и аниматоры в основном полагаются больше на видеореференсы или на motion capture при создании реалистичных движений. Почему же так происходит? Возможно, ответ в суперпопулярных 12 принципах Диснея. Потому что, если, например, незнакомый человек с анимацией вдруг захочет начать ее изучать, первое, что он обнаружит, это 12 принципов. Они очень хорошо работают и рассказывают, как делать анимацию, но они ничего не говорят о том, как сделать эту анимацию более реалистичной. Но это было в 30-х годах. Может быть, появилось что-то новое? Да, оно появилось. В 2002 году Джереми Кентер, супервайзер из Sony Animation, предложил 24 принципа. На самом деле это старые 12 плюс его 12 принципов. Они тоже хороши. Они углубляют тему того, как лучше и качественнее создавать анимацию. Но опять-таки, мало того, что поможет сделать анимацию более физичной. Хотя 15 пункт — силы. Что нам говорит Джереми Кентер про этот пункт? Объект начинает движение, когда к нему применены силы. Хорошо. Стоит брать во внимание, откуда эти силы берутся. Это внутренние силы, желание, намерение мышцы. Или внешние. Гравитация. Вода. Воздействие другого персонажа, например. Ну, как бы хорошо, но ничего толкового, чтобы помогло мне сделать реалистичную анимацию. Хорошо. Пойдем к motion capture. Ведь motion capture по дефолту делается в нашем мире, поэтому если я сделаю движение в нашем мире, я получу физику из нашего мира, соответственно, все будет хорошо. Но что мне делать, если я хочу делать вот так? Или я хочу делать вот так? И мы, как зрители из этого фильма, звоним в Китай, ищем такого актера срочно. Но это полбеды. А что, если у меня есть конь? Даже на этой фотографии я уже вижу кучу проблем. Это костюм для коня, это человек, который умеет кататься на коне, это огромное помещение, где-то там за углом лежит куча сена, который ест конь, человек с лопатой. В общем, еще много проблем. Но конь хотя бы в нашем мире существует. А если это дракон или сороконожка, или что-то вообще странное? В общем, макап тоже не ответ на все вопросы. Причем это довольно странно. Ведь в мире компьютерной графики для того, чтобы делать реалистичные изображения, с каждым годом появляется все больше и больше различных программ и тузов, чтобы делаться рендеры, симуляции, шейдеры. И почему-то только анимацию все это обходят стороной. Каскадер как раз закрывает этот пробел. И мы называем это физик-бейст анимацией или физически корректной анимацией. Каскадер уже разрабатывается довольно давно. Где-то примерно лет 10. И за это время мы поняли, что не нужно просчитывать всевозможные взаимодействия каждой отдельной точки персонажа или объектов. Нужно просчитать и корректно рассчитать главные характеристики движения. Это центр масс, угловой момент и сила в точках опоры. Поговорим о них поподробнее. Итак, центр масс. Одна из самых важных точек персонажа. Вот именно ее и искал Евгений, когда пошел делать каскадер после мая. В статичной позе она помогает определить равновесие персонажа. Потому что центр масс, если находится на точке опоры, вот там вот он нарисован, то персонаж будет находиться в равновесии. Рассмотрим пример. Всеми любимыми Mortal Kombat и Китана. Центр масс у нее примерно вот здесь. Да, вот где-то вот тут посерединке. Вот это у нее опорная нога. Вот тут она держится. И есть задача. Она должна ударить ногой вот сюда. Что произошло, если бы мы делали макап или думали о том, как бы это должно выглядеть реалистично? Она должна закинуть свой центр масс или вверх, или немножко назад, чтобы не упасть. Вынести ногу вверх. Должна немножко скомпенсировать грудью. Ну, вроде логично. Давайте посмотрим результат. Вот центр масс. Он вообще ходит вот так. То есть она должна была завалиться вперед и упасть. И, ну, во-первых, это не только нереалистично, это еще и некрасиво. Но вы скажете, это игра, такое не замокапить, никто так не делает. Вот мужчина. Опа. Все он делает. Его немножко закручивает, да. Но у него и цели нет ударить кого-то, как Китана. Но как реф, я думаю, им бы пригодилось. Центров масс может быть несколько. Вот, например, здесь у персонажа центр масс свой, у меча, так как меч большой, тяжелый, свой, и есть их общий центр масс, который показывает их общий центр масс. Для чего это может быть нужно? Например, когда наш персонаж в космосе, у нас нет никакого трения об воздух, мы не сможем себя зашевелить, если пока что-нибудь не бросим. И есть центр масс у этой перчатки, есть центр масс у этой девушки, и есть их общий центр масс. И когда она бросает свою перчатку, то они начинают удаляться, но их общий центр масс, сейчас он начнет, их общий центр масс остается на месте. Это может пригодиться. В общем, они знали, что делают. Итак, едем дальше. Центр масс — это очень инертная точка. Энергия в ней не может внезапно быстро набраться или быстро исчезнуть. И поэтому траектория центра масс всегда может быть плавной. А, например, траектория каких-то отдельных частей тела в персонажа могут быть очень резкими. Например, в данном случае человек очень резко бьет ногой, но для того, чтобы компенсировать это движение в плавную траекторию центра масс, он отводит все тело назад и руками даже отводит, чтобы все это было хорошо. Мы называем это разделением и компенсацией. Но об этом поговорим чуть позже. Также мы знаем, что если персонаж в воздухе, то, опять же, что бы он ни делал, как бы он ни крутился, как бы он резко себя ни вел, траектория центра масс всегда будет параболической. Она всегда будет идти по баллистике, ничто не может ее поменять. Вот, например, каратист прыгает. Вот его центр масс, все его виды. Баллистика настоящая. 200% баллистическая траектория. Для того, чтобы так делать, у нас в программе есть специальный инструмент. Мы создаем такую кривую, в которой мы указываем начальную позу, конечную позу, там какая-то анимация есть посередине. Мы хотим знать, откуда и куда мы будем прыгать. Мы можем устанавливать высоту, куда мы хотим, и высота связана с тем, сколько времени это займет. И потом, когда нас все устроило, мы просто снапим анимацию к этой баллистике. Мы получаем баллистику из реального мира. Все очень просто. Итак, есть два круга. Это угловой момент. Это момент инерции. И большой круг. И он зависит от того, как персонаж раскрыт или собран. Когда персонаж раскрут, момент инерции большой. Когда собран, момент инерции маленький. Энергия вращения — это вот эта вот стрелочка. Это, собственно, угловой момент. Это с какой скоростью персонаж наш будет крутиться. Ну, если круг большой, персонаж будет крутиться медленно, потому что стрелочке надо больше времени, чтобы пройти полностью этот круг. Если же круг маленький, стрелочка, соответственно, будет крутиться быстрее. Это хорошо видно на фигуристке. Например, когда у нее нога отведена, она вращается не так быстро. Но когда она схлопывается, то она улетает в стратосферу. Угловой момент, как и центр масс, очень нежная величина. И она не может ниоткуда взяться и никуда исчезнуть. Поэтому стрелочка должна гаситься плавно. Например, в этом анимации, когда персонаж ударил мечом, он всем телом поворачивается в сторону удара и еще шагает, чтобы погасить эту энергию. Это делается не программно, а руками аниматора. Но программа показывает ошибку, где угловой момент слишком быстро исчез. Также угловой момент сохраняет свою энергию в воздухе, если нет никаких точек опоры. То есть с какой энергией начал вращаться, такая энергия вращения будет до конца его полета. Посмотрим пример. Выглядит мультяшно. Но почему? Потому что все, что я говорил до этого, здесь не учитывается никаким образом. Центр маск куда-то летит, делает все, что хочет, свое. Вращение то появляется, то затухает, то набирает вновь. И все это выглядит круто. И сделано, на самом деле, по 12 принципам. Но это все выглядит нереалистично. Как бы это выглядело в реальности? Я думаю, он даже не задумался о том, чтобы что-то кинуть. У него в голове как бы упасть на ногу и не умереть, мне кажется. Для таких вращений у нас тоже есть свой инструмент. Например, мы сделали какую-то примерную анимацию. Поставили, откуда мы хотим, чтобы у нас парень летел и куда приземлялся. И промежуточные кадры мы примерно поставили, как нам кажется, должно быть. Но наш алгоритм будет высчитывать то, как точно должны быть, какие повороты должны быть в этих промежуточных кадрах. Из-за этого их практически невозможно сделать на глаз, потому что они очень тонкие. Но программа делает это сама, и ты получаешь реалистичный результат в итоге. И последнее — точки опоры. Тут все просто. Если силы лежат между точкой опоры и центром масс на одной прямой, то вклада во вращение нет никакого. Если они смещены, то персонаж начинает вращаться. Для таких случаев у нас тоже есть свой инструмент, и он похож чем-то на предыдущий, просто с точкой опоры. Например, мы хотим узнать, что произойдет, когда персонаж отсюда прыгнет на этот столбик. Он упадет. Например, нам это было нужно. Но, как правило, мы хотим, чтобы он встал в позу, попав на этот столбик. И программа сама рассчитает, какие вращения и довороты должны быть с учетом вот этой опорной точки, чтобы он встал в эту позу, а не завалился куда-то. Новые ли это принципы? На самом деле это вообще не принципы. Это законы физики, которые, если соблюдать, то движение будет выглядеть физически корректно. Единственное, что вообще не является законом, это разделение и компенсация. И про него я хочу поговорить отдельно. Под разделением мы понимаем накопление силы в одном месте и передача этой силы в другое. Например, тут хорошо видно, как персонаж накапливает энергию, потом встает на ноги и всю энергию своего прыжка, вот этого, переводит в удар мычом. Получается сильный удар. Также хороший пример с токвандистом. Он закручивает себя очень-очень сильно, потом его вращение в теле практически останавливается и начинает вращаться только нога. И всю свою энергию вращению он передает в ногу. Накопил энергию, ударил как батя. Разделение. Разделение стука немножечко посложнее. Ой, компенсация, то есть, извините. Компенсацией мы называем движение части тела или частей тела в сторону, противоположную основному движению, для сохранения равновесия, плавного движения центра масс или того и другого. Звучит немножко заумно, но на деле все гораздо проще. Вот удар цепом. Когда персонаж ударяет цепом и проводит его над головой, цеп довольно тяжелый, и он бы, если ничего не сделал, то он бы потянул его назад, он бы развернулся и упал. Для того, чтобы компенсировать это движение, он выносит свое тело вперед и доворачивается. Их общий центр масс, вот эта траектория, просто поднимается вверх, а потом выпускается. Центр масс же самого персонажа практически все время идет вперед, чтобы компенсировать это движение. Также компенсацию хорошо видно вот в таких ударах. Когда человек бьет грушу с разворота, он всей своей грудной клеткой и верхней частью тела выкручивается в противоположную сторону от удара, чтобы компенсировать вращение и сохранить свою позицию. Все вы наверняка замечали, что иногда в кино и в каких-то сценах персонажи двигаются немножко не так. Где-то чувствуются тросы, где-то чувствуется общая корявость, что-то где-то немножечко не так работает. Глаз это очень быстро цепляет, но не может осознать, что же не так. А все как раз в том, вся причина в том, что где-то центр масс не так двигается, где-то момент вращения не там разогнался, где-то все понемножечку не так подвигалось, и это все видно. Могли ли они сделать эту сцену лучше? Я думаю, могли, но им чего-то не хватило. Либо денег, либо ресурсов, либо времени. Но, например, с нашими инструментами им бы это все и не понадобилось. Надо было просто прогнать все нашими инструментами, и в целом бы стало уже в разы лучше. 12 принципов. Аниматоры очень любят эти 12 принципов и стараются их использовать по максимуму. Достаточно ли их? Я считаю, что нет. Но я не хочу их перегружать еще какими-то законами. Я бы вообще хотел два принципа, чтобы не мучиться. Мне кажется, их можно улучшить, дав инструменты аниматору, которые будут думать за него и решать задачи физические, сложные за него. А аниматор будет думать в основном над характером движения, над хореографией, над эмоциями, которые он хочет рассказать. И надеюсь, что наша программа, если не заставит аниматора любить физику, то хотя бы жить с ней в гармонии будет. Спасибо за внимание. У нас есть время для вопросов. У кого-то есть желание задать вопрос? Есть микрофончик. Так, ага. Очень спасибо за интересный доклад. Такой вопрос. Насколько я знаю, сейчас эта программа на этапе бета-тестирования. Что вы потом планируете дальше? Потому что хотелось бы использовать. На каких условиях вы хотите предоставлять это разработчикам? Спасибо. Спасибо за хорошие слова. Условия пока очень рано говорить, но мы хотим, конечно же, инди-френдли. То есть для маленьких компаний и для индивидуальных разработчиков как Unity быть бесплатными, а деньги драть с больших дядек. Добрый день. Спасибо. А как у вас реализована, если у нас, например, не совсем реалистичная физика? То есть тот же дракон, он по физике не очень может летать, скорее всего. Слишком большое тело, маленькие крылья и так далее. Или, например, в нашем мире не совсем те физические законы, как вот в реальности. Или мы просто на Луне, например. То есть можно ли что-то такое? У нас есть параметр гравитации. Например, вот в нашем файтинге у нас гравитация там 2000 стоит, потому что люди так не прыгают высоко в принципе никогда. Если бы у нас была земная гравитация, они бы прыгали вот так. Не очень интересно. И также есть рэгдолл внутри, который, собственно, рассчитывает эти веса. И у дракона, наверное, можно как-то подогнать веса, сделать его грудную клетку очень тяжелую, чтобы как-то центр массового сместить, чтобы он огромными крыльями мог себя таскать туда-сюда. И играя с этими параметрами, мне кажется, можно добиваться того, что нужно. Это касается вообще только персонажей или еще и физических объектов, зданий, разрушений? Нет, только персонажная анимация. Да, то есть разрушениями, симуляциями мы не занимаемся пока. Может быть, нам что-то потом потребуется, но пока нет. Еще вопросы? Здравствуйте. Интересно такой вопрос. Например, вы же все смотрели фильм «Железный человек» и как он летает. Ну, в полете он использует эти импульсные двигатели, которые у него на конечностях, соответственно, недополнительное воздействие происходит. Но это не классическая опора, это двигатель, у которого есть момент, когда он включается, у него чуть меньше тяга, чуть сильнее, потом он выключается резко или, возможно, с какой-то задержкой. Как ваш инструмент с этим взаимодействует? То есть возможно как-то его анимацию сделать лучше такого персонажа летающего? К сожалению, пока никак. То есть у нас, как я и говорил, нет таких симуляций, чтобы симулить, как вот эти двигатели его толкнут. Но, возможно, в будущем мы добавим что-то такое. Мы думаем над тем, как отыгрывать, например, волну инерции, когда мы резко останавливаемся после удара. Вот эти тряски после того, когда мы что-то ударили. Сейчас нас больше волнует. Возможно, это то же самое, как эта передача силы какой-то будет от рук вот этого железного человека, ног, которые могут добавлять в анимацию вот эти вот движения от сопел или вот этих вот двигателей. Понятно. Большое спасибо. Но пока, к сожалению, да, никак. Так. Кому еще? Спасибо за доклад. Очень классный инструмент. Вы можете хотя бы примерно сказать, в этом году, может быть, в следующем году он появится, из беты в доступ? Ну, у нас закрытая бета, она у нас так… Ну, имею в виду, как конечный продукт. А, как конечный продукт? Скорее нет. Скорее будет, возможно, в следующем году будет опен бета. То есть 20-й? 20-й, да. И такой вопрос. У вас сейчас пока в демках были гуманоиды. Да. А в планах потом будут еще персонажи? Это просто в демках, потому что, ну, наш опыт – это опыт в основном людей. Но, в принципе, нас ничто не ограничивает создать любого персонажа, там, как я говорил, сарканожку. То есть мы можем собрать ее и анимировать. У нас был опыт анимирования четырехрукого, четырехногого персонажа, но он под НДА, поэтому я не могу рассказать, кто это. Но был. То есть мы можем собрать все, что угодно. Это конструктор, а не какой-то пресет. Понятно, спасибо. Добрый день. Такой вопрос. Ваш инструмент, в каком формате он может выдавать, собственно, анимации? И есть ли интеграция с движками, тот же Unreal Unity, и как вообще построен pipeline? Ну, по поводу прям глубокой интеграции в Unreal Unity, мы общаемся с ними по этому вопросу. Но сейчас мы работаем просто с FBX. И мы можем гонять его не только в Unity, но и в майку тоже. Ну, или там в 3ds Max, куда угодно. И, соответственно, мы можем также импортить FBX, с ними работать, обвешивать их там ригами, и потом выгружать. Ну, в общем, FBX пока хватает. Вроде никто не жалует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok